Музыка Надо бояться, надо бояться, потому что вы в России ведёте нелегальную деятельность. Я говорю вы, имея в виду организацию ВЦФ Германии. Нет у вас здесь никаких представительств. И почему бы вам не бояться русских? Территория большая, питомников и клубов вы здесь плодите и плодите и плодите. Никто вас не останавливает. А в результате деньги к вам всё больше и больше вытекают. И все довольны. Вы посмотрите, как хорошо на выставках отлажено. Дилеры зарубежных компаний торговых, кого поддерживают? Только зарубежные ринги. Правильно? Это ВЦФ, ЦФА, ТИКО. Кого у нас Роял Канин поддерживает? Кого у нас поддерживает Хиллз? Кого у нас Вальта Кэт Продакт продерживает? Именно эти ринги. Выставки крупные с участием иностранных рингов. Не будь там этих иностранных рингов и поддерживать некого. И так вы все хорошо устроились. Я вот только одного не понимаю. Спонсоры вам всё хорошо арендуют. И помещения, и денег дают на проведение. А за что тогда платит каждый экспонент? За что вы берёте экспонентские взносы? Вот крупные выставки в Москве проводят. Вы сами пишите, что полторы-две тысячи экспонентов. Считайте, по 90 евро, вот как было, кто-то здесь писал на выставке, не помню на какой, но на крупной выставке, 90 евро обошлось участие одного животного. Ну и посмотрите, умножьте на две тысячи, сколько это будет? А куда это всё булькает-то? Миллионы, с которых никто не оплачивает налоги. У вас есть прямая, господа, заинтересованность в этом, прямая. И весь этот беспредел продолжается. А чуть что у вас строй, мы общественные клубы. Мы знать ничего не знаем. На экспокод вы пригласили 15 иностранцев. И никого вы не оформили. Вы подставили своих же друзей. Вальта Кэп Продакт проводила торговая фирма выставку. Вы их же подставили, организовывая выставки и приглашая иностранцев без права их на работу. Вы ни одного из них в миграционных службах не оформили. А их было 15. По 300 тысяч с каждого штрафа. Вы представляете, на какую сумму вы подставляете своих благодетелей. И так на каждой выставке с участием иностранных экспертов. Вы всё это отлично знаете и понимаете. Вот вам и ВЦФ в России. А у нас выставок проводится, ВЦФ, повторюсь, более 200. До 250. Вот выходных не пройдёт, чтобы в каком-то уголке нашей страны не проходила бы выставка. Только и читаешь, город такой-то, Алисабест, город такой-то, ещё какой-то Московская организация проводит. Но мы, конечно, список можем дать, где и что проводится. Но в результате-то, читаешь, общественная организация, которая находится в отдельном регионе, в Москве, проводит и во Владивостоке, и где угодно, со всех концов нашей страны собирают деньги для ВЦФ. Ну когда же это идолопоклонничество-то прекратится? Дальше. Опять госпожа Ёжикова пишет. Вы-то сами в клубе МИОН какими стандартами пользуетесь? Какой классификацией и аббревиатурным обозначением пород и окрасов? А ведь это плод разработки независимой, ненавистной вам организации, которую кормят российские любители кошек. Не плагиат ли СИЕ? Нет, не является плагиатом то, что используется на договорных условиях. Например, разработана индексация пород и окрасов системой ФИФЭ. Ей пользуются, как вы знаете, многие клубы и многие организации, в том числе и ВЦФ. Вот если у ВЦФ нет договоров, на основании чего они используют индексацию ФИФЭ, тогда это плагиат. А если есть такой договор, составлен между ними, то тогда это взаимовыгодное сотрудничество, они используют по договоренности индексацию пород и окрасов ФИФЭ. Так и с другими системами. Те, которые имеют такие договоренности с ФИФЭ, они используют именно в родословных эту индексацию пород и окрасов. Но, но, в каждой системе разрабатывают свою индексацию. Например, в ЦФА своя индексация существует пород и окрасов. В ААС тоже имеет свою индексацию. У нас в ПЦА тоже своя индексация. Многие системы придерживаются своей, удобной для них индексации пород и окрасов. И нет в этом ничего удивительного. Так, дальше пользователь серьезно и пишет на форуме. А что такое Алиса Бест? Виртуальная шайка людей, которые собирают деньги за метрики родословные, экспонентские взносы, билеты на выставку и прочее, прочее, прочее. Притом, никому не отчитываются при случае сразу в тину. И как бы и нет. Ну, их и нет. Их и нет. Кому отчитываться-то? Если они и существуют в Москве под какой-то организацией, то эту организацию еще найти надо. И я не уверена, что при этой организации, что у этой организации есть такой вид деятельности, как разведение, продажа домашних животных. Мы не можем этого проверить и знать наверняка. Как они эту наличку собирают? Как отчитываются? Вы хоть знаете, что они на домашние адреса все переправляли? До недавнего времени. Все эти адреса сохранились. Там много очень странностей с этим клубом происходит. Очень много странностей. И очень много вопросов. Но дело-то фактически не в московском клубе. Бог с ним. Люди там работают давно, у них уже все отлажено. Кому хочется, чтобы их дурачили, пусть дурачат их дальше. Речь идет об Ярославском клубе под знаменами Алисы Бест, который возглавляет госпожа Ёжикова. Вот о чем идет речь. Мы сейчас ее деятельность разбираем на местах. Чем она там занимается? Как отчитывается? Диву даешься. Просто диву даешься. У нее хоть бухгалтер-то есть? Отчетности она куда посылает? В какую налоговую? В общем, одна фантастика. Дальше. Читаем. Здесь вот интересно пишет опять участник под ником Серьезный. Максимум, на что Ёжикова оказалась способна, это подплыть под общественную организацию охраны природы. Легальную, заметим. И стать там в ней отделением кошатником без права ведения самостоятельной финансовой деятельности. Все это подплыло. Дальше. И�жикова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин